Мы действительно открываем сегодня небольшой, но фестиваль, посвященный 150-летию со дня рождения Сергея Павловича Дягилева. Наш фестиваль камерный, всего три концерта. Первый концерт открытия сегодня, через месяц состоится еще один концерт в рамках моей гостиной в зале Мисковского, и заключительный концерт состоится 8 ноября в Большом зале консерватории. И там, если все будет в порядке, мы услышим премьеру спектакля, Дягилевского спектакля, который он создал сам, но на музыку Анатоль Константиновича Лядова. Вот такая удивительная метаморфоза. И это будет первое исполнение в России. Феноменальная, уникальная личность. Не был ни композитором, хотя учился композицию римского Корсакова, не был художником, хотя прекрасно рисовал, не был балетмейстером, хотя замечательно разбирался в балете и собрал уникальную труппу, которая тоже прославила русскую музыку и русский балет, и русский театр вообще. Вот не обладая какими-то такими нацеленными на определенное творчество способностями, он был уникально творчески одаренный человек. Вот одарен всем. И главное, он был одарен умением собирать вокруг себя команду людей, которые любят музыку, любят вообще русскую культуру, и которые способны сказать в ней новое слово, и с этой командой прославлять русское искусство. Мы опирались на эту традицию Дягилева, поскольку в консерватории мы театральные спектакли ставим, но очень редко, но бывает, правда, такое, как раз в этом зале. Но все-таки это академическая музыка. И мы решили опереться на ту музыку, которая звучала и в дягилевских сезонах, и в его исторических концертах. И поэтому сегодняшний концерт мы посвятили музыке Рахманинова по двум причинам. Во-первых, Дягилев очень любил Рахманинова. Рахманинов в это время был уже очень известным композитором, и Дягилев хотел показать его миру. И он приглашал его на свои исторические концерты. Рахманинов ездил сам, дирижировал, играл на рояле, сам исполнял свою музыку. И каких концертов было много. И вот сегодняшний концерт, вот это первая причина, по которой мы посвятили Рахманину. А второе, вы, наверное, хорошо все знаете, что следующий год, это год тоже юбилея Рахманиному, его тоже исполняется 150 лет со дня рождения. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ